Музыка Ой, здравствуйте всем! Мы приехали на ферму рыбную. Так, здесь у нас форель, по-моему, они, да, разводят и продают. Сейчас посмотрим. Здесь такой частный сектор. Вот дом, наверное, хозяйский. Наверное, возьмем, да, килограмм. А, вот, друзья, посмотрите, видите, вот такой водоем. Искусственный. А-а-а, вот я сейчас приближу. Посмотрите, рыба. Попорой. Ужас стоит она прямо здесь. Кишит. В общем, они ее тут кормят, обкармливают. Потом рядом у них ресторан. Он сейчас сгорит. Вода вот так циркулирует, видите. Отсюда вот выходит. А, ну-ка, что они здесь смотрят? О-о-о, как много. А, вот хозяйка, посмотрите. Вышла с сачком. Подкармливает она вот. Ой, они, смотрите, как бешеные. Ага-га-га. О-о-о, мелкую она, видите, отбрасывает. Ау, лупит по башке. Капец. По башке. Спрашивает, откуда вы приехали. Ужас. Ой, не буду такой снимать. Так интересно. У них здесь ресторан, можно покушать. Они готовят сашими из форели из этой. Пау, вот здесь это рыбы. Что-то у них здесь как-то убого так. Какой-то домик разрушенный. Вот это вот их жилой дом, смотрите, хозяева. Большой, двухэтажный. Такой фундамент у них. Или это не фундамент? Камнем обложен. Ну-ка, пойдемте посмотрим, что она там накупила. Наловила. Что наличка есть? Она, смотрите, сразу чистит хозяйка. Она так, откуда вы приехали и спрашивает. Говорит, говорит, по-корейски хорошо говорите. А? Давай, да, две возьмем. А, да. Ну, ведь разделывает сразу нам. Одну попросили, чтобы она не разрезала. Говорит, я и так вам все отдам, как все кости. Что, грязно у них были? Ой, комедия. Она отдаст все. Та-дам! Она все отдам. Не разрешает снимать его? Блин. Видите, как корейцы вот этими камнями как-то укладывают, типа фундамент, вот такие здоровые валуны. Я несколько раз видела, большие машины привозят грузовые. Вот этот камень, где-то они его в горах добывают. Вот это скалы здесь корейские, эти горы. И почему-то у них вот такая мода. Вот такие огромные валуны. Туалет есть сразу, видите? А, вот у них здесь такая зона обеденная. Как-то странно. Зонтики стоят. Пройдем. И не выгонят. Тоже здесь обеденная зона. Никого нет. Заходи. Ой. Здесь что-то у них странное. Какой-то зал, конференц-зал. Или это церковь? Что-то я, кажется, в церковь зашла, что ли. Непонятно. Пока сельская местность. Поля рисовые везде. Сейчас дорогу перейду. Здесь какой-то вот ручей протекает. Вот, видите, уже поля рисовые. Они такие желтые, уже не ярко-зеленые, как летом. Такие уже к осени желтизной. Рис созревает, скоро будут собирать урожай. На следующей неделе, в конце следующей недели, у нас вот этот большой праздник корейский, чусок, праздник урожая. Вся Корея будет отдыхать. Получается, в этом году как раз выпадает праздник, и к нему еще два выходных, суббота, воскресенье совпадает рядом. В общем, получается, четыре дня чусока праздника, и еще два дня выходных, получается, почти неделю отдыхают корейцы. Мы уже рассказывали, в эти праздники все стараются поехать к родителям, к бабушкам, к дедушкам. В общем, к себе, так сказать, на родину. В те места, где, откуда родом они, в тот город. Вся Корея перемещается, особенно в первый день, во второй день. Там накрывают столы, отмечают. Мы потом вам еще покажем, если получится. Взяли мы рыбу, хотела снять их в ресторанчик. Мы взяли два килограмма. 16 тысяч – это сколько килограмм в долларах? Она должна быть дешевая. А, она поштучная, да? 16 тысяч – это сколько в долларах? Ой, не знаю я, друзья. 10 долларов? Где-то, да. Короче, две рыбины – 10 долларов. Ой, фу, шара невозможная. Вот, друзья, посмотрите, вот такие дороги полевые здесь. С обеих сторон вот такие полярисовые. Дорога узкая, узкая вот. Вот такая. И с этой стороны деревушка какая-то. Мы едем и любуемся. Такая зелень. Вот сейчас сентябрь месяца. Видите, какая зелень яркая в Южной Корее. Влажность. У нас в Казахстане уже где-то, я помню, в начале июля уже все желтое, выгоревшее. Ужас. Нет, как мы так сейчас поедем? Ой, блин, куда ты, Коля, заехала? А, мама. Ну, эти рисовые поля, они, видите, как под расческу все. Одинаковые, красивенькие такие. И вот такие деревни живописные. Фермеры живут. Садят здесь вот эти полярис. Наверное, этим зарабатывают. Сдают потом и на это, да, бизнес такой, фермерский. Это форель. Вот это хозяйство заехали мы по 16 тысяч килограмм. Взяли 2 килограмма, да, мы взяли. И, главное, не успели ей сказать. Она зашла, выловила ее из водоема. Прям свежую. И, короче, этот. Сразу стала разделывать. Я, оказывается, вот так нарезала. Я думала, что она будет это. Но это они, видишь, как хе кушают, как сашими. Соус дала вот такой вот. Все равно кернат заказа. У нас в Пабе нету. А Колька взял этот. А, и вот остатки. Ну-ка, покажи мне. Мы попросили вот этот хребет. Вот это уху надо ставить. Это для ухи, да. Давайте сейчас, пускай холодный полежит. А сейчас закажем, давайте. Уху сварить. Без Паби мы не можем. Паби нету. А что, Паби сварить? А, ну с хлебом, если. А что с Паби сварить? Нету? А, риса нету. Завтра придет. Готовый. Да, готовый возьмем. И что, будем с рисом кушать? Можно с хлебом уху? Ну, с хлебом могу. Туда картошку, да? Что еще? Крылук, картошку. Ну-ка, побольше. Все, больше ничего. Угу. Сварилом тогда. Что, вот это все у нас ведь, а потому что она, Даня, быстро испортится. Это быстро сварится. Видишь она? Тут такие куски хорошие. Да? А кто захочет, тот будет сырой. А головы надо это промыть. Все надо промыть. Она хотя мыла, но все равно. Нет, жабры вытащите. Там такое озеро у нее искусственное. И она прямо это, вылавливает большим сачком. А, корма так кинет. Раз сачком, они подплывают все, и она вылавливает их. И по башке лупит. Хоть какой-нибудь, хоть по один раз, говорит, со стервенением. Прям так, 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 так. Видео посмотришь, я сняла. Ужас. Ну что, варите? Да. Скоро. Ну давай, вкус варим. В первую очередь. А ты хочешь свой суп, да? Да, я хочу суп с ребрами. Ну завтра уже. Давно уже хочу. Что только, картошка и это. Лук. Чайный лошадь, да. И кружку. Чашки. Представляю ваше разочарование, когда приехали к магазину, да? Нет. Как я посмотрела? Это знаешь, почему? Вот. Я же смотрю по вот этим. Спасибо. По выходным. Вот суббота, седьмое, да? Ну. Вот я стала смотреть. Вернее, не суббота. Я стала смотреть, что это вот воскресенье. Потому что, да, как у нас принято, с понедельника. А вот же красные выходные. А вот здесь же у них с воскресенья неделя. Я раз посмотрела, а вот, пожалуйста. Вторая неделя. Ой. Первая неделя. Нормальная цена. Ну-ка, достань, на чем там положить? Нет, я хвосты выкину. А черта не нужна. А, вот эти три шага. Оно быстро сварится. Главное, картофель, чтобы сварился. Только мусорку выкинули или нет? Я еще не выкинула, я приготовила. А, потом положу. Вот разделала, а все равно приходится самой еще дома. Вот эти. Да? Угу. Вот так и пойдет. А плавники не они, да? Воскресенье. Нет, они мне мешают. Ничего нет. Они жирные и вкусные. Да. Вот тот вкусный. А я-то вот это отрезаю только. Я же только... Да, их тоже навар. Ой. И кушать ухудобно, за этот хвостик берешь. Вот такая рыба, друзья. Она такая, цвет у нее более насыщенный, да, чем у лосося? Это рыба как называется? Форель. Форель. Я всегда думала, что форель это такая мелкая рыбешка. А смотри, какие крупные оказываются. Она тоже семейство лососевых. Чушку. А это икра есть у них? Ну-ка. Конечно, есть. Кайка. Вот, вот. Чешуя это. Ой. Что я болтаю? Конечно, чешуя. Да, выкинь. Не надо. Нет, выкину. Она только будет мешать. Осторожно свои ногти и пальцы. У них там целое хозяйство, ресторан, кафе. Да? Можно зайти покушать. Да. Можно там покушать, можно с собой взять. А Коля что взял? Он тоже взял, но он попросил ее не резать, целиком взял. Поставь им этот плавник, не режь. Этот? Да, ну зачем ты отрезаешь? А зачем он нужен? Держать его дай кушать. Я сейчас вот это. Да, вот это надо. Черноту эту. Так. Варим уху. Давно не варили уху, а из речной рыбы прямо не хотят ни в какую. Только дай бог пожарить, и то хорошо. Ну вот это тоже из закрытого водоема, мне кажется, будет немножко вонять. Пену не надо? А, это картофель. Короче, мы что, картофель, да, ты положила вперед? Картофель, да, потому что он дольше варится, а рыба-то быстро варится. Ой-ка, держи это. А лук потом, да? Лук, да. Лук тоже у нас долго варится. Ну, надо было уже положить. Сейчас я достану. Это половиночка лука большая, я думала, она маленькая. А, помельче. По-моему, запах есть. Что? У этой рыбы, да, вот этот речной запах. Нет? Да нет, вообще-то нет. Но местные корейцы бы не ели, если бы был вот этот запах. Они его терпеть не могут, речной вкус. Если еда, значит, нет. Да. Так, картофель до полуготовности, теперь лук. Да все, наверное, знают, как эту луку варить. Конечно. Так, теперь. Все закладываем. Кидаем. Во. Голова здоровая. Ну, вот, голову раньше бы поварить. Она все мозги вышибла. Ну, как она лупила, ужас. Так. Может, еще огонь прибавить? Я прибавила. Ужасно. Ну, как ты? Я бы взяла весь таз, закинула и все. Тут же вода. Воду слить надо. Поэтому папа говорит, тянешь резину. А он лежит, вот указывает, тянешь, лежит. Больше всего это раздражает. Ну, нормально, да? О, она сразу белеет. Так, ну-ка, соль. Напишите, друзья, как вы варите уху. Все по-разному, конечно, варят. Ну, в основном, что сюда? Только лук и картофель, да? Настоящие вот рыбаки, они варят двойную, тройную. А что это значит? Вот мелкую рубежку кинут, поварят. Потом выловят вот это все, выбрасывают. Один бульон остается. Потом и следующий раз, еще один, второй раз. Поварят, поварят, вылавливают. Ложка стоит почти. Да, и бульон наваристый, наваристый. Вот это настоящая уха. Но это настоящие рыбаки. Нет, а я имею в виду, какие ингредиенты туда добавляют? Все равно же, кроме лука и картофеля, может, крупу какую-то, да, некоторые вкладываются? Ой, я никогда не слышала такого. Лаврушечку надо достать. Обязательно в уху надо лаврушку. Не соленая. Опять не соленая? Чуть-чуть я еще добавляю. Сейчас ты насолишь. Вот так и я. Нет, я же пробую. Кира, как вы с рожкой расставались? Он же мне обещал все эти нитки. Ты не будешь плакать? Да, и я ему стала говорить уже вчера. Он говорит, вот завтра, говорит, нужно мне уезжать. А когда мы с тобой прощаемся, говорит, мне так плакать хочется. И настроение у меня, говорит, очень грустное. Но он не ожидал, что с утра его отправят домой, да? Нет, почему? Вчера же позвонила Лена, сказала, что утром рано папа за тобой переедет. И он, я ему вчера весь вечер говорю, ты думай, как по-корейски, плохие мысли о грустном не думай, думай о хорошем. Что мы вот... Настрадок. Да, сегодня воскресенье, потом понедельник в школу сходишь, а во вторник вы уже к нам приедете. А он говорит, а, хорошо, говорит, я так буду думать. И сегодня приехали, едем, а он говорит, баба, я, говорит, как ты сказала, так думаю. Настраиваю себя, да? Сам настраиваю. Какой молодец. Говорит, что я буду думать о том, что мы во вторник встретимся, а грустных мыслей, грустные мысли не буду. Бедный ребенок. У него сейчас вот этот праздник-чусок, он прямо так ждет, что приедет неделю. Ну, так же будет неделя, как у меня. Как он хочет здесь жить, он все время говорит, можно я буду у тебя жить, можно я буду с вами жить. Может, я могу в школу вот эту ходить, в соседскую? Ну, не говори школа, вот прямо в двух шагах. Не надо. Хай дома живу. У нас и так дурдома. Какой дурдом? А что вы думаете? Не буду вылавливать пенку, потому что лук мешает. Жир, смотри, какой, да? Желтый. Откуда это желтый жир? От рыбы. Нормально, да, дурдома? Мякоть у нас вся ушла в тот пакет. Ну, в общем, он пошел, я его проводила. Проводила? Да. До подъезда? Нет, до квартиры зашла, а он это говорит, а можешь ты, говорит, чуть-чуть побыть? Сразу, говорит, не уходи. Я говорю, нет, нам надо ехать в магазин. Ждут в машине. Я говорю, во вторник мы встретимся. Он говорит, ладно, хорошо. Целовались, обнимались? Обязательно. Когда мы, говорит, прощаемся, я, говорит, плакать хочу, бедненький мой, зайчик. Это все из-за Улана. Из-за Улана, говорит, меня родители ругают. Он, говорит, у меня все забирает, я хочу, говорит, назад взять. А они, говорит, меня ругают. Отдай, отдай и это. А он, говорит, все ломает, все выбрасывает. Да, но ему и не надо иногда. Он на зло делает. Берет, вот так и выкидывает. Да, и выкидывает. Ну и тем не менее, все равно в нем нужно воспитывать чувство, что он старший. Да и так они ему уже задолбали, что он старший. Что нужно младшему уступать. Ой. Младший сам заберет, что ему надо. Кирану и уступать не надо. Лавровый лист, пожалуйста. Как вот это? Подожди, вы неправильно ставите. Вот это нужно вот сюда. Вот так. Давай, доставай. Ой, корейцы такие маленькие. Вот у меня метр шестьдесят четыре, я не могу достать. Какого черта так они? Высоко шкаф. Вот. Лавровый лист и все специи тут указаны. Вот так. Значит, эта компания продает все специи. А у нас там есть еще специи для рыбных этих блюд. Я сейчас достану. А может, их лучше положим? Посмотрим. И их покладем, и это. И покладем, а положим. Положим. И лаврушку обязательно. Подожди, мам, давайте посмотрим. Или для корочков. Нет, это не то. А может быть, они для жареных рыб? Я точно знаю, что там есть для рыбных. Ну, давай. Вот. Приправа для рыбы. Ну, ее нужно когда-то запекать, наверное. Ну, да. Жарить, запекать. Прочти здесь. А если... Я же не вижу. Почему? Ты очень вам хорошо видишь. Лучше, чем мы. Нет, я не могу. А, это для маринада. Замариновать приправе для рыбы, оставить на 10-15 минут. Потом обвалять в муке. Ну, что? Давай в уху немножко кинем. Ничего не будет. Ты, мам, понюхай, что только нет здесь. Зиру ты не любишь. Наверное, свободность уже вышла, да? Маги. Для корочков. Хмели, сунели. Не надо. Давай лучше положим это. О, итальянские травы у нас есть. Можно вот эти стейки замариновать. Базилик, тимьян, розмарин. Не будем, да? Давай не будем. Черный перец только. Мне не нравится. Лавровый лист лучше положи. Хорошо. Лавровый лист, черный перец. Лавровый лист, черный перец. Так, ну-ка. Ну, лист неплохой, конечно. Я просто сомневаюсь из-за вот головы. Голова очень толстая. Так-то бы уже давным-давно все сварилось. Вот это все. Да, голова еще красная. Ну, пусть еще поварится. И лук тоже еще сырой. Да, сейчас. Пусть поварится. Сейчас я. Вот еще моешь, а я нет. Я сразу закидываю. Нет, иногда бывают какие-то пятны подозрительные, поэтому я. Мы недолго подержим, потом вытащим. Да, надо вытащить, а то он чересчур похудче. Так вот, вот это уже давным-давно сварилось. Ну, пускай. Черный перец по... По вкусу каждой, да? Нет, по конце. А еще некоторые, по-моему, заливают... Ну, это уже не уха сливками, да? Или это... Изощряются. Нет, это уже не уха. Оп-ля, оп-ля. Так, уха наша готова. Ой, красивая, она жирненькая, да? Все, я укропчиком ароматизировала уху. Выключаю. Лаврушку выловила. Сейчас буду... Вот так. Вылавливать. Сварилась голова? Дань, ты всем тарелочки поставь, потому что здесь... Дань, как говорят, сварилась. Костей много. Это папе? Да, это папе. Еще мясо ему положу. Мне маленькую. Все, пары. Так. Надо. Дань, тебе голову покласть? Давайте. Положить. Положить. Что это нам за любимое слово? Это говорит учитель, как они пишут комментарии. Люблю, 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 люблю это слово. И это говорит учитель. Как будто учитель... Они прямо... Хоть, хоть. Эй, Даня, еще мяско, мяско положил. Много, не надо. А я, может, буду сырую? Лекарства от глистов у нас есть. Так что можно есть. А ты будешь сырую? Нет, я сырую не еду. Почему? Как никогда. Никогда я сырую не еду. Это вот хочется. Это мне. Ты кому? Мне. Сегодня, по-моему, мы хорошо посолили. Угу. Вот укропчик, я не знаю, вкус он дает, но красоту он дает. Это сушеный. Видимо, может, я не знаю. Вот уха наша, наконец, готова. Посмотрите, из косточек, из плавников, из вот этих ребрышек сварили. А вот это, это просто вот эти перешки нарезанные. Их едят корейцы прямо в сыром виде. Макают вот сюда, вот в эти штучки. Это кочутян, перечная паста, соевая. Соевая паста с добавлением перца. Это соевый соус. Да, соевый соус, а это васаби. Васаби, да. Кто хочет это, кто хочет что-то. Наподобие хрена нашего, горчицы. Да. Наверное, они из хрена его и готовят. Вот обед наш готов. Риса нет, обнищали. Рис идет. Рис вот готовый взяли, готовый в магазине вот таким образом продается, чтобы не варить. Даня, голова. Что-то она не сырая. А, это жабры, да? Не вытащили, да. Ну как, пап? Вкус. Ухи. Не очень? Лука мало. Да? Много лука было. Ладно, приятного аппетита. Он просто переварился. А, черный перец надо. Вот что надо. Кира, подай черный перец. Попробуй, Даня. Каждый себе индивидуальный черный перец. Ой, мам, куда ты сыпанула? Капец. Нормально. Ну ладно, кушаем.